Исход 2 глава Имен родителей Моисея Она только увидела Что он красивый И она его начала прятать от всех То есть 3 месяца Ребенок был без имени И мы знаем, что Потом, спустя 3 месяца Сделали ему такую Корзиночку из бамбука И отправили его по реке Нил И дочь фараона Она купалась И смотрит, плывет что-то Она, вау, достала И говорит, вау, это младенец И говорит, назову его Моисей Потому что я его взяла из воды Помните, да, эту историю Так интересно, друзья Почему? Потому что здесь есть некая игра слов Смотрите Моисей в переводе Достать, да, или Взятый из воды Сначала он был, Моисей был взят Из шрева матери Потом Моисей был взят Из воды Потом Моисей был взят Из дворца фараона И потом Моисей был взят Из пустыни И вы знаете, для нас сегодня Я думал, господи, как это Связано с моей жизнью Я вам расскажу, как Кто знает, что у меня нет ноги И вот я вспоминаю свою жизнь Я очень люблю своего отца Для меня он пример Я подражаю ему Как он подражает Христу Он настоящий отец Когда вот Ну, произошло со мной трагедия Когда я попал под трамвай И потом я То есть в два года со мной это произошло И я был дома То есть я не ходил на протезе Ни на косыля Где-то до четырех с половиной лет Ну, то есть я был просто дома То есть, сами понимаете Я как-то нашел недавно Свой старый такой детский протезик Ну, страшно на самом деле Такой детский протезик Как в фильмах ужасов просто И я не ходил И потом Я помню, как родители Купили мне джинсы Посадили меня И говорят, смотри Ну, вот видишь, тут две штанины Может быть, вот как бы Эта история с иллюстрациями Именно берет начало из детства моего Да, они посадили меня Говорят, вот две штанины Вот для левой, для правой ножки А у тебя что? У тебя одна ножка Нету ножек, нету джинсов Говорит, ну, для того, чтобы были бы джинсы Тебе нужно одеть протезик Я одел протезик Говорит, вот, теперь у тебя есть ножка Теперь ты можешь одеть джинсы Ну, я чуть-чуть просто в таком, как бы Черном юморе сделал окрас Но они, ну, приблизительно говорили Что, ну, как бы Эти джинсы, чтобы Ну, они были на двух ножках То есть они меня подтолкнули к тому Чтобы я согласился ходить на протезе Потому что я, как ребенок Он мне тер, давил И я отказывался ходить И вот, когда мы были в Крыму Мы искали какие-то дикие пляжи Чтобы было меньше людей Я вспоминаю, когда мы приезжали Иосиф Для него это было просто испытание Он был маленький И, знаете, когда мы Мы выезжали И мы два часа ездили по Крыму Чтобы найти такой пляж Чтобы было меньше людей Пастор Мирослав уже Идет с этой сумкой Пастор Юридуай, этот пляж Нормально? Нет, много людей Давай другой Я не хочу, чтобы Богдану было Ну, не комфортно Хотя меня, по большому счету Это не сильно парило Но, ну, как бы Да, конечно Было по-всякому напрягало Но я чувствовал, что Он пытается меня защитить От этого мира И мы, как бы, ездили И искали все, наверное, дикие пляжи Знаем в Крыму О которых даже сами крымчане не знают Потому что мы там были везде И потом, когда я рос Знаете, я просто думаю Боже, ну Ну что за несправедливость? Почему я должен, как бы, прятать И скрывать то В чем я вообще не виноват Не по моей вине А кто-то, рядом какая-то женщина Может топлив загорать Мужики пьют пиво Матюкаются, курят И им не стыдно А я должен Прятать это И скрывать от людей У меня был такой вопрос Думаю, зачем? И вы знаете Я просто понял Из этого рассказа Когда мама скрывала В доме спасителя Еврейского народа Она скрывала Того ребенка Который однажды Вывел ее Она молилась И просила у Бога Чтобы он послал Мессию Чтобы он послал Того человека Который их выведет И сама же скрывала Его в своем доме И вдруг Я понял, что Однажды Я просто Что-то во мне Перещелкнуло Я не знаю Что побудило Но я начал Не скрывать Я начал Рассказывать людям Свою историю Я начал Свидетельствовать То есть я перестал Прятаться там Где-то И заходить в воду Сползая Так, чтобы никто Не видел Что у меня нет ноги И я начал Об этом свидетельствовать То есть я вынес Грубо говоря Этого младенца На свет Я достал Себя Из этой зоны Из этого дома В котором я был Спрятан На публику Я был так же Как Моисей Взят оттуда Для чего? Чтобы люди Могли увидеть Славу Божью Чтобы через меня Через мое свидетельство Кто-то Кто находится В подобной ситуации Мог поверить Что не все плохо И сегодня Когда я смотрю На свою жизнь Я понимаю Что Ну я Бог дал Возможность Мне вдохновить Многих людей Я выступал Перед разной аудиторией Я был во многих странах Мое видео Свидетельство Посмотрели Около полмиллиона человек Этого бы Всего бы не было Если бы я был спрятан И Друзья Мы сейчас еще Об этом поговорим То есть вы понимаете Да Сам принцип Вы знаете Вот этот внутренний инстинкт Достать из себя Не просто Знаете Я сегодня не полагаюсь На свои знания У меня их очень мало Все что я сегодня Пытаюсь сделать Это положиться На внутренний инстинкт И пингвины Это уникальные птицы Знаете Что они делают Мама Самка Она высиживает Яйцо И как только она его высидела Приходит папа Самец Который берет это яйцо Ложит на свои лапки Садится сверху И высиживает это яйцо Два месяца Он ничего не ест В это время А вы знаете Что делает самка Жена После родов На два месяца Она отправляется Она ныряет И она набирает вес То есть Другими словами Она отдыхает Она отдыхает Она набирает вес А самец Пингвин В этом костюме своем С галстуком Сидит Два месяца На холоде Минус сорок пять Мужик Высиживает Это яйцо Почему? Потому что Если оно чуть-чуть Окажется недолго Совсем На снегу На льду Умрет младенец Поэтому он сидит И спиной прикрывает Весь этот ветер И они так делают У них целая стая Они по очереди греются То есть Внешний круг Сначала Защищает Тех Кто послабее Внутри Потом они меняются Те греются Те мерзнут Как церковь Представьте И первое Когда я узнал об этом Я поблагодарил Бога Что я не пингвин Ну жизнь нереальная просто На холоде всю жизнь Спиной Два месяца сидеть Потом меняться Постоянно Чтобы выжить Пережить зиму И вторая мысль Которая мне пришла Что слава Богу Что мужики Ну люди Они не высиживают яйца Почему? Потому что Если бы мужчины Мужики высиживали яйца То человечество Было бы в два раза меньше Все бы эти младенцы Погибнули Поэтому давайте Мужчины Воззадим Господу славу За женщин И вот этот вот Внутренний инстинкт Который подталкивает К чему-то новому Так же есть и в нас Следующий слайд Твоя судьба Никогда Не прячется В укрытии Вау Твоя судьба Никогда не прячется В укрытии Твои страхи Могут пытаться Спрятать Твои фобии Ты сам можешь Прятаться Но твоя судьба Твое предназначение От Бога Оно Не предназначено Чтобы быть спрятанным Поэтому друзья Я сейчас хочу вам достать Вот у меня есть тут протез Я его сейчас достану Вот Я просто хочу вам наглядно Показать Да Что Через это Через это Через эту ситуацию Бог Он Мы иногда знаете как Мы хотим Не проходить через пустыню Мы не хотим Через испытания Через Голговский крест Через Гефсиманию Мы сразу хотим В Благословение В Успех В Процветание В Хорошее Минуя через И сейчас друзья Я хочу чтобы вы поняли Вот Смотрите Еще одно место из Писания В то утро Слуга Елисея Встал Рано Он вышел И увидел Войско С конями И колесницами Вокруг города И спросил Он Елисея Ах Господин мой Что нам делать Елисей сказал Не бойся Войско Которое Сражается За нас Больше Войско Которое С ними Елисей молился И говорил О Господи Открой глаза Моему Слуге Чтобы он Смог Увидеть И Господь Открыл Глаза Слуге И тот Увидел Вокруг Елисея Наполненную Конями И огненными Колесницами Гору Смотрите Проснулся Слуга Пророка Елисея И говорит Рано утром И посмотрел Вокруг И видит Что Вокруг В кольцо Они взяты Врагами У вас было Когда-то Чувство Когда вы Утром Проснулись И вы чувствуете Что вы Проблемами Окружены В кольцо Каждый день Да, наверное У кого-то Вот вы Проснулись Открыли глаза И вы понимаете Что вы Окружены Проблемами Все Что-то От вас Хотят Вы Всем Должны Вы Не Знаете Как вам Даже До Пенсии До Зарплаты Вы Окружены Врагом Тут Болит Тут Стреляет Тут Колит Тут Матюкается И что Говорит Божий Пророк Он Не Испугался Он Начал Молиться За этого Слугу Чтобы Открылись Его Глаза И Чтобы Он Увидел Через Это Кольцо Знаете Что Кольцо Ангелов Которые Окружили Врагов Тоже В кольцо Поэтому Друзья Выходите Еще Возьмите В кольцо Нас Это Визуализация Инсталляция Реконструкция Этой Ситуации Просыпается Пророк Елисей Слуга Посмотрел В окно Все Пропало Я В кольце И знаете Что Мы Хотим Чтобы Бог Нас Окружил Не внешним Кольцом А внутренним Мы Хотим Чтобы Ангелы Ополчались Мы Хотим Чтобы Вокруг Нас Было Все Хорошо Тишь Да Благодать Тишь Да Божья Благодать Чтобы У нас Было Все Хорошо С Нами Чтобы Чтобы Было Вокруг Нас Проблем Мы Не Хотим Через Мы Хотим Вы Понимаете Мы Не Хотим Видеть Через Проблему Через Кризис Ангелов Которые Находятся На Где На Горе А Мы С Вами Поем Псалмы Что Возведи Отчи Мои Горам Откуда Придет Помощь Моя То На Этих Горах Твоя Помощь Поэтому Если Тебе Кажется Что Ты Один Что Ты Только Наедине С Врагом Посмотри Через И Увидь Что Твоих Врагов Болезни Кредиты Обстоятельства Грех Ангелы Божьи Взяли В кольцо И Если Ты Думаешь Что Ты В тесноте Ты Сжат Проблемами Все Что Тебе Нужно Тебе Нужно Через Это Увидеть Божью Славу Мне Нужно Было Увидеть Через Мой Кризис Что Бог Утешает Я бы Не мог Понять Что Есть Бог Любовь Который Который Утешает Если Если Не Было Скорби Если Бы Я Не Чувствовал Отверженность Если Бы Надо Мно Не Издевались И Меня Не Оскорбляли Я Б Никогда Не Увидел Что Бог Благой И Бог Все Равно Держит Все В Если Сегодня В Твоей Жизни Есть Сухие Кости Хорошая Иллюстрация Сухой Кости Если В Твоей Жизни Есть Кризис И Если В Твоей Жизни Есть Эта Сухая Кость Когда Я Говорю Сухая Кость Вот В Этой Сухой Кости Был В Стагнации Мой Потенциал Мое Предназначение Была Сухая Сфера В моей Жизни Были Слезы Был Кризис Там Не Было Радости Там Не Было Благословения В Начале Я Думал Что Это Я Переживал О Будущем Своем Когда Я Уже Начал Взрослеть Формироваться Я Понял Что Боже Это Мертвая Сфера Моей Жизни Это Мое Тело Часть Моего Тела У вас Дорогие Братья Сестры Может быть В жизни Так же Какая Это Сухая Кость Может Быть Это Ваша Семья Может Быть Это Ваш Бизнес Может Быть Это Ваше Служение Может Быть Это Ваши Дети Как Сухие Кости Которые Да Как Говорится Поперек Горла Все Что Угодно Может Быть Это Но Вы Знаете Бог Оставил Нам Великий Депозит Бог Сказал Есть Обетование И Он Сказал Наложу Жилы Наложу Мясо И Сухие Кости Оживут Что Нам Нужно Нам Нужно Изречь Слово И Сказать Эй Вы Сухие Кости Эй Вы Мой Страх Эй Вы Моя Депрессия Моя Дисфункция Эй Вы Мои Проблемы Говорю Вам Сухие Кости Да Живут И Вдруг Божий Пророк Увидел Что Это Поле Мертвых Костей Может быть Сегодня У тебя Не одна Кость Может быть Это Целое Поле Сегодня Мертвых Костей Перестань Жаловаться Богу Давить На жалость Это не Сработает Начни Поклоняться Богу Начни Славить Его Начни Благодарить Его И с верой Скажи Я Обращаюсь К тебе Мертвая Сфера Моя Жизни Я Говорю Во Имя Иисуса Христа Оживи Давайте Мы Сейчас Закроем Свои Глаза Если Вы Понимаете Если Вы Знаете Если Вы Уже Индифицировали Вашу Мертвую Зону Вашей Жизни Нужно Обозначить Надо Открыть Окно На Восток То есть Должны Быть Четкие Координаты Ты Не Можешь Стрелять Куда Попало Четкие Координаты Обозначь Свою Проблему Может Быть Это Зависимость Твоя Может Быть Это Родственники Твои Неспасенные Может Быть Это Одержимая Дочь Обозначь Это Окно На Восток Вбей Сейчас Перед Молитвой Координаты Запуска Этой Баллистической Ракеты Которая Поразит Врага То Что Смердит То Что Умерло В твоей Жизни Здоровье Финансы Будущее Душа Твоя Может Душа Болит Обозначь Это Сейчас И Сейчас Мы Сделаем С вами Что То Духовное Давайте Мы Сейчас Встанем На свои Ноги Мы Сейчас С вами Сделаем Самое Главное А Самое Главное Это Высвободить Сейчас В молитве Свою Победу Не Просто Послушать Слово Не Просто Посмеяться На Проповеди Сейчас Нам Нужно Высвободить Повторите За мной С Верой Скажите Эй Вы Сухие Кости Моей Жизни Я Изрекаю Слово Божье И Говорю Оживи 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 Во имя Иисуса Христа Воздай Великую Славу Господу Сухие Кости В твоей Жизни Оживут Вся наша Жизнь Состоит Из Множества Решений И Если Ты Ничего Не Делаешь Это Также Решение Наши Родители Брали Ответственность За Нас Чтобы Наша Жизнь Была Лучше Точно Так И Бог Сотворивший Нас Он Принял Решение Умереть На Кресте Чтобы Наша Жизнь Была Намного Лучше И Если Ты Хочешь Общаться С Ним Если Ты Хочешь Чтобы Твоя Жизнь Изменилась И Твоя Душа Была Спасена Ты Можешь Прямо Сейчас Повторить За Мной Эту Молитву Обращенную к Богу Дорогой Иисус Прихожу К Тебе В этой Молитве Прости Меня За Мои Грехи Сдел Мою Жизнь Намного Лучше Прошу Тебя Запиши Мое Молюсь Тебе Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты поставил на камни ноги мои Не убоюсь я зла Я тебе отдаю жизнь мою Души моей, Господь Боже мой, незамедли приди И полой наполни уста Храни меня в тени крыл своих Скала моя, скала моя, крепость моя Щит мой прибежище мне Скала моя, крепость моя Щит мой прибежище мне Небеса наклонил, свет свой пролил Колой наполнил уста И не меня в тени крыл своих Скала моя, скала моя Крепость моя Шит мой прибежище мне Скала моя, крепость моя Щит мой прибежище мне, скала моя, крепость моя Щит мой прибежище мне, скала моя, крепость моя Щит мой прибежище мне Ты покоишь меня, Господь 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 Ты покоишь меня, Господь